Виктор Григорьевич Глухов С 2014 года вы председатель комитета Верховного Хурала по конституционно-правовой политике и государственному строительству. В этом же году были награждены медалью Республики Тыва за доблестный труд. Расскажите, быть депутатом в чем самая большая сложность данного труда? Я хотел бы сказать, что, конечно, это был уже второй срок пребывания в качестве депутата парламента. Я первый раз баллотировался в 2010 году. И действительно, этот период, 9-летний период, который я проработал в парламенте, еще в большей мере меня укрепил в понимании того, что это действительно очень ответственное, очень серьезное направление работы. Я имею в виду, прежде всего, представительный орган. Так уж получается, что сегодня представительный орган, он является прежде всего в соответствии с нашей конституцией, это орган народовласти. Безусловно, здесь приходится многие вопросы решать, прежде всего, связанные... Я хотел бы еще раз расставить приоритеты. Здесь, безусловно, вопросы, связанные прежде всего, это и законотворческая работа, и самое главное, это общение с нашими избирателями, чтобы услышать их проблемы, чтобы услышать их как бы доводы, их пожелания. И в этой связи вот такое взаимодействие с избирателями одновременно преломляется и нашу законотворческую работу, и одновременно преломляется как бы на те вопросы, которые сегодня решает наша республика. Это направление, скажем, нашего комитета по конституционно-правовой политике, государственному строительству, оно, безусловно, соответствует тому названию, которое оно есть. Мы тесно взаимодействуем с нашими федеральными органами, тесно взаимодействуем с теми предложениями, которые исходят от наших государственных органов, которые являются у нас в большинстве своем субъектами правозаконодательной инициативы. И, исходя из тех предложений, которые сегодня у нас решаются, как бы или требуют, или постановочный вопрос, они находят отражение как раз в наших законах, в рамках наших полномочий, прежде всего, это особо хотел подчеркнуть, то есть полномочий, которые исходят сегодня в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики ТВА, федеральными законами, и, соответственно, мы готовим свои, так сказать, нормы федерального республиканского законодательства. Ну, приведу простой пример, скажем, вот наш комитет, наш комитет, он как бы формирует и изучает вопросы, связанные с назначением мировой юстиции. Так получилось, что, скажем, ближайшие последние годы мы обратили внимание на то, что в отдельных кожунах у нас недостает, ну, будем так говорить, недостает немножко, скажем, средств, которые бы необходимы в каждом кожуне иметь представителей мировой юстиции, то есть мирового судью. В этой связи наш комитет и, соответственно, поддержка моих коллег-депутатов позволили нам обратиться в Государственную Думу, и мы действительно последние три года получили дополнительно шесть единиц представителей мирового сообщества, которые, значит, успешно работают сегодня в кожунах республики. Более того, исходя из того, что мы уже как бы имеем определенный опыт, так скажем, взаимодействия с Государственной Думой, по данному вопросу, я думаю, что в ближайшей перспективе мы хотели бы, чтобы и дальше эту работу развивать с тем, чтобы нам максимально расширить, так скажем, взаимодействие с нашими, вернее, расширить полномочия мировых судей с тем, чтобы максимально пошагово приблизить их к нашему избирательному республике. Ну, это вот как бы одно из направлений. А так, по большому счету, мы принимаем достаточно законов, чтобы действительно каким-то образом обеспечить, прежде всего, и взаимодействие органов Государственного управления, взаимодействие, так скажем, и решение каких-то вопросов, связанные, прежде всего, так сказать, с работой исполнительных, представительных органов Государственной власти. Законотворческий процесс, как вы сказали, в большинстве своем опирается на потребности жителей и на особо остро стоящие вопросы. Вот хотелось бы ваше экспертное мнение послушать о том, что сейчас у всех на устах приезде в нашу республику Силуанова Антона Германовича и Орешкина Максима Станиславовича. Вы непосредственный участник были этой встречи. Приоткройте нам завесу тайны. Что нас ждет в ускоренном социально-экономическом развитии республики? Как продвигается планирование? Да, я думаю, что, Александр, это хороший вопрос. Хороший вопрос в плане того, что действительно сегодня это и на слуху, и самое главное, что я думаю, что, наверное, я, так скажем, хочу сказать, что, наверное, этот тот самый случай, когда он войдет в историю нашей республики, и мы буквально через два года будем отмечать столетие образования Туинской Народной Республики, я думаю, что как раз какая-то часть, наверное, доклада, я так просто, так скажем, навскидку говорю, она будет, безусловно, как бы, наверное, отражать как раз вот эту работу, связанную, значит, с приездом вот этой делегации во главе Силуанова Антона Германовича, министра экономики Максима Станиславовича и ряд других представителей министерств и ведомств федерального уровня, вот именно, которая сегодня, шаг за шагом, постепенно, но очень аргументированно разбирается с ситуацией, которая связана с тем, чтобы мы, действительно, республика получила ускоренное развитие, социально-экономическое развитие. Здесь очень много направлений. Я просто хотел бы сказать, что, действительно, надо прежде всего отметить, наверное, целенаправленную и, самое главное, с большим пониманием к этому вопросу о необходимости дальней пути, так сказать, определения путей дальнейшего развития нашей республики. Это, безусловно, переживание, прежде всего, главы республики, Шабана Валерьевича. Это, конечно же, очень четкое, ясное понимание тех задач, которые стоят перед республикой и правительством республики. Я имею в виду руководителями наших министерств, ведомств. И в этой связи, конечно, есть, так сказать, я был свидетелем вот этого разговора, который состоялся в Доме правительства, значит, с участием представителей федеральных органов, представителем, представителей наших руководителей министерств, ведомств, представителей общественности, где проводил это совещание Силуанов, значит, Антон Германович с Шабаном Валерьевичем. Я просто хотел бы сказать, что вот та обстановка, которая, так скажем, присутствовала на этом совещании, она действительно дает нам немножко, так скажем, ну, определенная уверенность в том, что то, что сегодня было проговорено там, оно, безусловно, даст определенные результаты. И в этой связи я бы, наверное, может быть, акцент бы сделал на некоторых направлениях. Конечно, давайте. Вот, я думаю, что вот присутствие Олега Валентиновича Белозерова, это руководитель РЖД, от наших российских железных дорог, он тоже подтвердил о необходимости, значит, так сказать, четкого понимания того, что мы будем в этом направлении идти. То есть мы говорили, и недавно глава республики выступал о том, что одним из направлений, так сказать, наших приоритетов является все-таки развитие инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, связанной со строительством, значит, железной дороги от Республика, Курагина и так далее. В последующем может быть с большой перспективой выход на Монголию, на Китайскую Народную Республику. Я просто хотел бы сказать, что действительно для нас, для нашей республики, вот эти коммуникации, прежде всего строительство железной дороги, они, безусловно, являются и будут локомотивом для того, чтобы многие вопросы, которые сегодня являются постановочными в плане ускоренного развития, они действительно могут решаться. Но прежде всего мы понимаем для себя, что эти коммуникации обеспечат нам, и это самое главное, наверное, то, что мы сегодня действительно сделаем нашу республику инвестиционно привлекательной. Это очень серьезное направление, которое, на мой взгляд, действительно даст определенные, так скажем, средства для того, чтобы в будущем мы могли немножко, скажем, помогать нашим и муниципалитетам, и нашим социальным структурам, какие-то делать определенные свои региональные выплаты на поддержку наших людей. То, что говорил Владимир Владимирович Путин о том, что мы в центре внимания, должен быть человек, это как раз возможно при решении внутрирегиональных каких-то проектов, которые действительно сделают, так скажем, какие-то определенные, дадут возможность немножко самодостаточности, что ли, республики. Я хочу сказать, что, ну, я пессимист, и, соответственно, разделяю этот пессимизм и с главой республики Шелбановым Валерьевичем, и разделяю этот пессимизм, тот, который был озвучен на этом совещании, что мы действительно эту дорогу построим. Я хотел бы к этому только немножко буквально сказать, в силу нашего, так сказать, ограниченного времени, что действительно сегодня животноводство и сельскохозяйственное производство, оно, безусловно, развивается, развивается в рамках того, что мы сегодня, что имеем, какие возможности. Я просто хочу сказать, что в советское время, наверное, к этому можно еще вернуться, у нас не такой большой исторический период прошел, в советское время, безусловно, наша республика имела, так сказать, государственную поддержку в плане развития сельскохозяйственного производства за счет совхозов, это были государственные структуры, совхозов, которые, значит, работали в наших населенных пунктах, в наших районах. Совхозы, значит, одновременно могли развивать и молочное производство, и, так скажем, наши зернозаготовки, и зернопроизводство, и все остальное. Мы достаточно много, так сказать, сеяли, пахали, производили, и в этой связи сегодня понимание есть, что в силу того, что, ну, так получилось, что мы потеряли много, так скажем, из того, что мы когда-то наращивали в сельскохозяйственном производстве, только благодаря тому, что сегодня наши товары сельхозпроизводители добросовестно работают, но они работают просто, ну, если я буду, наверное, откровенным, что это, наверное, мы вернули к сороковым годам, когда люди без техники, без особых технических средств сегодня просто ведут пазмичное скотоводство, так скажем, вот таким бесконкретной и нормальной, так скажем, большой помощи, которая должна идти от нас, от государства, в силу их поддержки. Поэтому я думаю, что вот именно вот это даже направление сельскохозяйственного производства, оно позволит нам действительно при всех, так сказать, возможностях развития сельскохозяйственного производства, оно не даст такого результата, который может дать сегодня развитие, прежде всего, промышленного производства. Сегодня республика обладает огромными запасами угля. У нас есть, конечно, и другие, допустим, полезные ископаемые в республике, но запас угля у нас действительно миллиарды тонн. Поэтому это предварительная как бы расчета, но при этом мы можем сказать, что есть понимание, что вот на этом направлении мы могли бы развивать инвестиционные наши какие-то направления, инвестиционные проекты, тем более, что заинтересованность каких-то крупных инвестиционных компаний есть, но с учетом того, что у нас нет железной дороги, значит, любое производство, связанное с добычей угля, оно становится нерентабельным. И в этой связи мы это понимаем для себя, и об этом тоже говорил наш глава республики Шелбан Валерий, что мы понимаем для себя, что работа вот этих компаний, они на сегодня просто-напросто как бы получая разрешение на, так скажем, на разработку тех или иных месторождений, они, по сути дела, не могут заниматься разработкой вот этих месторождений, потому что оно нерентабельно. Поэтому я думаю, что как раз, наверное, это тот случай, когда нам необходима железная дорога. Я хотел бы больше сказать. В советское время, значит, понимание было у руководства, значит, нашей республики. Я работал в областном комитете партии в свое время. Я просто хочу еще раз акцентировать внимание на то, что в то время уже было понимание того, что нам необходимо развивать промышленное производство. И в этой связи, значит, в то время, уже в истории того времени, в советское время, в республике у нас работал комбинат ТОАКОБАЛЬТ, комбинат ТОАЗБЕС, у нас работала швейная фабрика, у нас работали предприятия, которые занимались и строительной индустрией. То есть у нас работали предприятия, которые занимались и производством, так скажем, каркасов жилья и так далее, и так далее. То есть промышленное производство, оно даже было у нас и своя фабрика, швейная фабрика. То есть тогда было уже понимание того, что промышленное производство может стать тем как раз направлением, которое даст и рабочие места, и, соответственно, и вопросы трудоустройства решит. И даже и в этой связи я должен сказать, что сегодня ведь, по сути дела, мы не имеем как бы вот развития сельскохозяйственного производства, только, скажем, вовлечением в это производство нашей молодежи. Как бы там ни было, молодежь сегодня не стремится работать в сельском хозяйстве. Единицы молодых людей, которые сегодня заинтересованы работой в сельскохозяйственном производстве. В силу ряда обстоятельств. Сегодня совершенно иное время, и, безусловно, стоит, наверное, на первом плане все-таки участие нашей молодежи вот как раз в развитии промышленного производства. Поэтому, наверное, вот одно направление, которое я просто сейчас озвучил и сказал, вот так вот, может, в такой вот немножко монологе, в таком очень солидном монологе, да, и объемном монологе. Я думаю, что оно как раз просто говорит только по одному направлению. Надо очень много работать с тем, чтобы действительно добиться его окончательного как бы решения. Но это совещание с участием как раз первого вице-премьера, оно, наверное, так скажем, подвинуло нас не только по этому направлению, оно подвинуло к решению по многим направлениям, прежде всего, вопросами, связанными социальной, так сказать, нашей инфраструктурой. Многие даже очень приятные новости нам привез, так скажем, Антон Германович, когда мы говорили о том, что было принято решение, значит, о признании международного статуса, значит, нашего, значит, городского, вернее, республиканского аэропорта. Значит, мы говорим о том, что буквально я вот где-то недели две назад, значит, из выступления Шалбана Валерьевича слышал, что мы получили три вертолета, три воздушных судна, которые будут обслуживать население нашей республики. То есть мы уже, чувствуется, что идет определенный подъем на то, чтобы, так сказать, и определенные социальные сферы обеспечить какой-то поддержкой. Я просто хочу напомнить еще о том, что, да, вот очень приятное решение было принято, когда было говорено, что, значит, семьи, имеющие трех и более детей, значит, будут получать субсидирование, субсидии, значит, из бюджета по порядка 12 тысяч рублей на семью, дополнительно, значит, на третьего и последующих детей. Это все здорово. То есть мы говорим о том, что действительно сегодня Российская Федерация, Федеральный Центр, наверное, понимает те проблемы, которые есть, так скажем, вот в таких, скажем, регионах, которые нуждаются в такой серьезной поддержке. Я бы, знаете, для меня, наверное, тоже, как и для некоторых моих земляков, не совсем приятное было заявление, там, скажем, тоже вице-премьера, значит, Голиковой Татьяны о том, что у нас бедная республика или там обозначена как бедная республика. Ну, наверное, я думаю, что, конечно, если сравнить, и об этом говорил Антон Германович, что действительно, вернее, я говорил Максим Станиславович Орешков, это министр экономики Российской Федерации, который говорил, что по итогам прошлого года, значит, мы действительно, есть понимание того, что мы не достигли таких результатов, которые в целом есть по Российской Федерации. Но, тем не менее, мы видим, что люди работают, люди ответственно подходят к своим, так сказать, к тому порученному делу, которое есть. Но в силу ряда обстоятельств, которые в том числе и связаны с нашими отсутствием коммуникации, я имею в виду и дорог, связи, значит, с центром, мы, конечно, имеем какие-то определенные проблемы. И здесь связан комплекс вопросов. Вот с этим-то комплексом вопросов как раз мы услышали на этом совещании, значит, и выступление, значит, вот Силуанова и Орешкина, значит, как мы будем эти вопросы решать. И самое главное, что мне показало, что вот присутствие представителей, так сказать, министерств, ведомств федеральных структур, оно, наверное, более углубленно, как бы, дало возможность посмотреть на месте все-таки, какие проблемы есть и как эти проблемы сегодня в каком ракурсе ставятся перед федеральным центром и как эти проблемы должны действительно решаться в нашей республике. Значит, последнее, резюмируя вот это, как бы, вот эту встречу, вот это совещание, я просто хотел бы сказать, что, наверное, мы должны выразить серьезную благодарность тому, что действительно к нам приехала такая группа на больших людей, я имею в виду, прежде всего, больших чиновников, которые действительно, я надеюсь, помогут нашей республике, ну, вот обозначенные проблемы все-таки разрешить, с тем, чтобы мы действительно немножко сделали какое-то движение вперед. Виктор Григорьевич, возвращаясь к вопросу железной дороги, для жителей республики очень часто и озвучивается, жителями республики, точнее, очень часто озвучивается вопрос, что кроме инвестиций в добычу полезных ископаемых республики, какая еще будет польза тебе от железной дороги, помимо развития каких-то добыч полезных ископаемых, в чем еще польза будет? Я думаю, что мы здесь вот на сегодня многие вопросы, так скажем, усложнены многие вопросы, прежде всего, связанные, допустим, с завозом строительных материалов, с завозом продовольствия, с нашими пассажироперевозками. Все это сложно, поскольку это все, так скажем, дорогостоящие мероприятия. Поэтому я думаю, что и та инфраструктура, которая будет выстраиваться вокруг железной дороги, я просто говорю, что и терминалы какие-то, может быть, в последующем, там, допустим, где-то по мере движения дороги, трассы, там будут где-то, может быть, какие-то торговые точки и так далее. Ну и самое главное, что я думаю, что мы будем привлечены, и будут определенные у нас, так скажем, рабочие места, связанные с обслуживанием железной дороги в республике. Я думаю, что не случайно сегодня мы эти, уже как бы решаем эти проблемы на перспективу, поскольку у нас при автодорожном техникуме открыт сегодня факультет подобного назначения, и, соответственно, мы готовим уже специалистов к работе на железной дороге. То есть здесь ведь получается, что мы не будем оторваны от России матушки с тем, чтобы, я имею в виду, прежде всего от наших, так скажем, соседей, с тем, чтобы действительно сегодня ведь строительные материалы, допустим, даже просто взять строительные материалы, это не те материалы, которые можно только, скажем, готовить из лесопереработки. Это строительные материалы, совершенно новые технологии сегодня, и, безусловно, нам приходится их завозить сюда. Они являются только в силу того, что это все, вся эта продукция завозится, и причем завозится автомобильным транспортом, она порядка 40% получает определенные, скажем, накрутки. То есть вот и даже в этом направлении мы уже понимаем для себя, что помимо того, что это будет еще как бы обслуживание наших инвестиционных компаний, но одновременно мы видим тот положительный результат, который будет при эксплуатации этой железной дороги. Вы затронули сейчас тему образования. Одну тоже из особо остро обсуждаемых в вопросе ускоренного социально-экономического развития. Что делается в этом направлении? Что обсуждается? Какие сроки ставятся? Программы, возможно, действующие, которые разрабатываются именно вот непосредственно на совещании, которое сейчас проходит? Значит, по этому направлению у нас приезжал также представитель федерального центра. Значит, мы здесь прежде всего говорим о том, что сегодня у нас действительно в плане образования не только, скажем, самого процесса, образовательного процесса, мы прежде всего понимаем для себя инфраструктуру, которая необходима сегодня нашей республике. Так уж получается, но мы де-факто имеем сегодня, что город Козыл действительно перегружен, школы города Козыл перегружены, у нас есть их трехсменные школы, и, соответственно, у нас классы переполнены, порядка 30 и более детей приходится принимать в школу, поскольку дети-то не виноваты, при том, что мы, скажем, не успеваем, так скажем, обеспечить. Поэтому правительство республики и глава республики сегодня делают все возможное, чтобы нам действительно участвовать во всех программах, во всех, как бы, которые нам дают возможность, прежде всего, обеспечить и детскими садами, и школами город Козыл. Я должен сказать, что сегодня будет строительство, вот намечено уже на 840 мест, по-моему, на левом берегу. Значит, мы запустили ряд школ уже, пустили в городе Козыли. То есть все время идет такое наращивание, так скажем, прежде всего, ну, вот мощности, материально-технической базы и одновременно, скажем, самих помещений для того, чтобы мы могли принимать всех детей. Поэтому для нас это принципиально. Для нас принципиально, поэтому я думаю, что вот как раз и получили мы поддержку в плане, так скажем, еще дополнительного строительства и медицинских учреждений. Вот сейчас я на слуху просто, я проживал в свое время в Зонхемическом районе, в городе Чедане, и я услышал о том, что там будет строиться новый, получается, медицинское учреждение, которое будет обслуживать население города. Ну, это, наверное, будет уже, так скажем, современное медицинское учреждение, поэтому все это здорово, потому что пока вот как бы в этом направлении мы в большей мере двигаемся. То есть я уж не говорю о том, что сегодня уже поступает к нам огромное количество технических средств, которые действительно могут нам и соответствующе сделать, и медицинское, так скажем, обследование, медицинское лечение подвести к нашим жителям. То есть мы здесь вот, я просто хотел бы сказать, что это действительно комплексный подход ко всем направлениям, комплексный. Это если взять образование, это не только школа, но, соответственно, там и подготовка кадров и все остальное. И если берем медицину, то это тоже самое, как бы комплексный подход и учреждение, и одновременно, и обеспечение техническими средствами, современными техническими средствами. И все это мы понимаем для себя, что это, безусловно, поддержка, которая будет идти из федерального центра. Это здорово. Одни из национальных проектов, конечно же, затрагивают и развитие малого и среднего бизнеса. В прошедшем совещании что в этом направлении прорабатывалось? Ну, здесь можно говорить достаточно много в силу того, что сегодня действительно мы стараемся делать максимально, в том числе и на законодательном уровне, мы пытаемся сегодня максимально поддерживать наш средний и малый бизнес, при этом понимая, что это, наверное, для республики основное направление, где максимально задействованы наши трудовые ресурсы республики. Поэтому сегодня мы говорим о том, что нам действительно есть необходимость подумать над тем, чтобы... Ну, многие вопросы снимаем, прежде всего, связанные с федеральными установками, теми нормативными, так сказать, установками, которые идут от федерального центра, это ограничение различного рода проверок. Ну, а в части поддержки, поддержки малого и среднего бизнеса, безусловно, главным для нас является это кредитование малого и среднего бизнеса, снижение налоговой базы, в смысле, вот при кредитовании, здесь имеется в виду, что процентная старка кредитов, значит, какая-то лизинговая система, значит, и ряд других направлений, которые бы давали возможность не выживать, а развиваться малому и среднему бизнесу. Виктор Григорьевич, как в начале нашего разговора я отметил, вы человек, который в принятии решений своих, у которого настольная книга это конституция, всегда основываетесь, отталкиваетесь от нормы закона. Скажите, пожалуйста, вот ваше экспертное мнение, малый и средний бизнес, и вообще бизнес как таковой, его развитие и как сфера деятельности, можно ли говорить о том, что мы в скором времени будем иметь такую же модель правовую ведения бизнеса, как, к примеру, у наших соседей за рубежом, более упрощенную, более удобную для самих граждан. Стоит такого ожидать в ближайшем обозрении? Я думаю, что прежде всего мне бы хотелось сказать, что мы сначала шли и очень, так сказать, тесно работали в том плане, чтобы нам обеспечить правовую основу для формирования вообще бизнес-системы. То есть, рассмотреть вопросы и организации, вопросы, значит, упрощение как-то, так скажем, налоговой отчетности, всех остальных вопросов, и многое, что в этом направлении сделано. И на сегодня мы не просто как бы рассматриваем как бы существующую систему малого-среднего бизнеса, как самостоятельную, как независимо от каких-то там государственных учреждений и все остальное. Конечно, это невозможно. Но при этом, исходя из того, что сегодня малый-средний бизнес для нашей Российской Федерации, как и для Республики ТВА, я считаю, что это и есть основное направление, которое дает возможность сегодня. И, во-первых, вопрос решается трудоустройство. Там где-то все равно, потихоньку, помаленьку, но в малом-среднем бизнесе занято очень много людей. Во-вторых, это определенное, конечно, все-таки дает потенциал экономического развития. Поэтому понимание есть, что сегодня бы желательно как-то максимально освободить от тех, скажем, налоговых каких-то там, допустим, от увеличения налоговой базы и всего остального. Но здесь, мне кажется, здесь, конечно, надо очень дифференцированно подходить. Если есть возможность какая-то где-то сделать немножко какие-то послабления в этом направлении, я думаю, что, конечно, государство к этому готово идет. И мы бы рады сегодня, но я просто рассуждаю, как государственный человек, мы бы рады сегодня, скажем, освободить от налогов вообще наш малый и средний бизнес. Но при этом мы понимаем для себя, что формирование российского бюджета, бюджета нашей республики, оно, безусловно, в том числе и формируется за счет поступления налоговой базы. Поэтому, наверное, конечно, надо давать немножко больше свободы, надо, наверное, ограничивать какие-то там формы, так сказать, фискальных проверок, всего остального. Но при этом, я думаю, что, наверное, все-таки мы же по мере того, как будет развиваться и как бы рассе возможности нашего государства, я думаю, что, конечно, будет определенное послабление не только малому и среднему бизнесу, но и другим участникам вообще бизнеса. Когда нам уже ждать утвержденные программы, подписанные... Дмитрием Анатольевичем? Да, Дмитрием Анатольевичем. Когда уже будет известно? Я думаю, что... Когда уже поставлены сроки конкретные к исполнению? Я думаю, что... Да, потому что жителям республики интересна конкретика. Когда уже? Я думаю, что уже огромная работа проделана. Порядка более двухсот документов уже отработаны в министерствах, ведомствах наших республики. Соответственно, они отрабатываются не просто сами по себе, они одновременно отрабатываются в министерствах, ведомствах на федеральном уровне, в правительстве Российской Федерации. То есть идет такая согласованная процедура на предмет расходования средств, на предмет каких-то там дополнительных, возможно, каких-то необходимых для республики каких-то постановочных задач. Это все отрабатывается. И сегодня правительство очень тесно взаимодействует с федеральным центром на предмет как раз доработки вот тех наших, как бы, задач, которые стоят перед нами. И я просто хотел бы сказать, что вот это вот участие в нашей судьбе республики наших больших руководителей, прежде всего министр финансов, министр экономики, а за мою вот всю бытность, так сказать, работая в государственных органах, я впервые вижу, значит, вот такую активность и самое главное, участие в нашей жизни республики руководителей такого ранга. Это действительно, наверное, историческая все-таки какая-то, так скажем, ситуация. Поэтому, я думаю, что не сразу все, но, по крайней мере, многое из того, что уже когда-то мы проговаривали, оно уже притворяется в жизнь. Я думаю, что, наверное, исходя из того, что сегодня есть, не очень сложно за Дмитрия Анатольевича как бы говорить, поскольку именно он решает, ставит окончательную подпись под документом. Ну, хотя бы ваше экспертное мнение. Это не экспертное мнение, это мнение может быть. Я думаю, что, наверное, этим годом мы, наверное, все-таки решим этот вопрос. То есть документ будет этим годом с тем, почему мое, так скажем, предположение по этому году, потому что, скорее всего, многие вопросы, связанные, значит, с реализацией тех мер, которые обозначены, они, безусловно, связаны с финансами. А финансы, они, как правило, формируются по году. То есть в этом году они формируются с тем, чтобы на раскасовку начать уже непосредственно в новом году, то есть в 20-м году. Поэтому что-то в этом году уже делается, что-то сделано, что-то уже было запланировано, раньше делается. А, наверное, основные, как бы, расходования средств заложены будут на 20-й и последующие годы. Поэтому, наверное, документ должен появиться в этом году с тем, чтобы можно было уже, как бы, в финансовом плане определиться. Виктор Григорьевич, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Ваши пожелания нашим радиослушателям? Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить ваш эфир за то, что вы мне представили такую возможность пообщаться с нашими слушателями по этому вопросу. Это действительно очень здорово, поскольку хотелось выговориться действительно по некоторым моментам. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что свои личные какие-то, так скажем, переживания, свои личные, так скажем, вот ощущения по этому вопросу, связанному с жизнью нашей республики, передал. Может быть, что-то и не так, но тем не менее, вы вычеркните это все. Значит, а что касается пожеланий, я думаю, что, конечно, эти пожелания будут прежде всего связаны с тем, чтобы все, что мы делаем сегодня в нашей республике, это шло во благо наших людей, в поддержку тех задач, которые ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ту задачу, которую перед собой ставит правительство республики, всем пожелать успехов и плодосворной работы. Впереди действительно очень большая, очень напряженная работа, она будет только обозначена в тех документах, которые подпишет Дмитрий Анатольевич, а выполнять ее придется всем жителям республики, и в этом плане, я думаю, что и будет как раз залог нашего, так скажем, движение вперед. Спасибо большое за объемный разговор, у нас был в рубрике «Человек труда, заслуженный работник республики ТВА», человек просто с колоссальным опытом работы, председатель комитета Верховного хурала по конституционно-правовой политике и государственному строительству Виктор Григорьевич Глухов. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Ну а мы, дорогие радиослушатели, с вами прощаемся и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова